В июне наступает пора повышенной активности мирной рыбы. Вот и мы в первых числах июня отправились в Новгородскую область на реку Чир. Место для рыбалки было нам знакомо, не первый раз мы приезжали на это место. Правда найти его каждый раз это сложная задача, так как асфальтированная дорога остается в стороне, а нам приходится искать правильное направление из тысячи грунтовых дорог дикого поля. Друзья, привет, это проект у рыбалки, с нами как всегда наш эксперт по рыбалке Алексей, здравствуй. Здравствуйте. Алексей, расскажи, что мы сегодня будем делать, где мы, во-первых. Ну, мы находимся на реке Чир, ниже города Суровикино. Вот, сегодня мы будем ловить карася. В основном мы будем делать это на спиннинг, с кормушкой, на червя. Вот, еще у нас будет макуха. Ну, у меня главный вопрос, сможем ли мы сегодня поймать сазана? Сазана, мы постараемся. Река Чир берет начало на Донской гряде. Протекает в Ростовской и Волгоградских областях. Правый приток Дона. Чир в районе города Суровикино поворачивает на юго-восток. Здесь правый берег резко крутой, обрывистый, левый, пологий и склонный в водораздельной степи, покрытые подвижными песками. В среднем и нижнем течении Чир имеет значительную ширину и глубину, и постоянное течение, поддерживаемое ключами, питающимися водами песчаных террас. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Речные заливы и озера Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Карась это рыба, которая водится практически во всех водоемах, где есть вода. Выживает в условиях, когда другие виды рыб погибают. Это связано с тем, что карась может зарываться в выл и зимовать в таких условиях, находясь в состоянии анабиоза. Ловля карася это интересное занятие. К тому же у этой рыбы достаточно вкусное мясо, поэтому из него можно приготовить много полезных и вкусных блюд. Наиболее активной, интересной и результативной в июне месяце покажет себя классическая поплавочная снасть. Длина удилища зависит от особенностей водоема. И поскольку забросы чаще всего осуществляются за границу высокой растительности, она должна составлять не менее 3-4 метров. Для большего удобства к удилищу крепится небольшая безанарсованная катушка. В качестве основной лески берется мононить. При многочисленных забросах в густую растительность, важность использования поводка неоспорима. Крути, крути, крути. Крути, крути. Сошла. Медленно, крути. Юра, всё. На, дошли. А твоей? вот сегодня проведем эксперимент вот у нас два крючка вот и посмотрим на какой крючок на верхней то есть который рядом с кормушкой вернее дальние от кормушки или на тот который непосредственно есть ли смысл ставить два крючка вот сейчас была поклевка на нижний крючок который лежал на дне рядом с кормушкой как правило лучше всего карась клюет рано утром или поздно вечером после заката солнца на удочку чаще начинает попадаться крупный карась во время рыбалки на реке на снасть следует повесить грузило чтобы приманка отпустилась прямо над донами водорослями поскольку карась предпочитает участки со слабым течением для этого нам понадобится небольшой грузик дробинка размер крючка может варьироваться от 4 до 6 предпочтение стоит отдать поплавку с высокой антенкой которую видно издалека грузоподъемностью до 6 грамм прикормку для карася достаточно легко приготовить домашних условиях поскольку это далеко не самая привередливая рыба важно чтобы фракции прикормки были максимально мелкими иначе рыба быстро насытиться основу корма составляют пшеница кукуруза или манная каша с небольшим добавлением кукурузной муки для большей плотности панировочные сухари и подсолнечный жмых уплотнение ни в коем случае не должно производиться при помощи воды из-под крана смешивать ингредиенты стоит непосредственно на месте рыбалки используя воду из водоема в ином случае запах хлора может отпугнуть рыбу ароматная составляющая крайне важно поэтому в прикормку нередко добавляют пахучий черный хлеб и подсолнечное масло насадкой на крючок неплохо послужит перловка пшеница хлеб или обычная дождевой червь сегодня мы также попробовали и донные снасти для карася донка на карася имеет ряд преимуществ перед другими видами оснасток для ловли этой рыбы донка с кормушкой эффективно стоячий воде это стать проста в монтаже и связать ее легче однако на реке с течением кормушка будет быстро вымываться что делает эту снасть бесполезной результат сегодняшнего дня показал что поплавочная и донная снасть оказались довольно эффективными поклевки были стабильными и практически каждый заброс приносил наш садок по одному карасю а вот снасть макухой простояла у нас в холостую собираясь на рыбалку всегда берите с собой пацан не факт что вам удастся вы судить трофейный экземпляр именно в этот раз но подумайте как будет обидно если упустить его из-за отсутствия подсадчика к поимке крупной рыбы нужно быть готовым в любой момент а мы желаем чтобы таких моментов вашей жизни было как можно больше вот и закончился наш сегодняшний рыболовный день с нами рыбачил юра алексей и евгений да и наш улов сегодня составил порядка 12 килограммов да и юра сегодня поймал 7 рыбок вот так что он с нами рыбачьте с нами до новых встреч пока пока а